Привет любителям бильярда! У нас в гостях Михаил Варьков, чемпион Украины до 16 лет и восходящая звезда русского бильярда. Уже в свои 11 лет Миша забивает по 15 ския и некоторые удары мы вам продемонстрируем. Со скольки лет ты играешь в бильярд? Тренируюсь с 8 лет, а играю с 5. А как начиналась тренировка? На пуле? Ты на подставочку становился, чтобы достать до стола? У меня был маленький кей и на пуле играл. А, ты вот так играл? Понятно. А как потом выровнял локоть? Тебе не трудно было перевышиваться? Трудно было. Тренер у тебя Александр Дмитриевич Кныш. Расскажи, как ты ездишь, как ты тренируешься? Вот ты живешь в одном городе, Шепетовка, Хмельницкая область, а тренер в Кривом Роге, Днепропетровской области. Ну, он раз в месяц где-то приезжает, по 4 дня и мы с ним с 11 утра до 7 вечера тренируемся. А, то есть он приезжает к тебе, не ты к нему, а ты не ездишь, да? В основном он к тебе. В принципе, все знания по отыгрышу, по технике он тебе дал. А ты ощущаешь, что после каждой встречи у тебя идет рост игры? Или же есть застой бывает? Нет, я чувствую, что лучше игра. Ну, сейчас сваяки чуть-чуть надо потренировать, а чужие лучше нога стал бить. А как ты собираешься сваяки тренировать? Есть какая-то методика, вот ты знаешь, что у тебя сваяк отстает. Как ты его будешь тренировать? Ну, поставлю себе точку сваяка и с разных углов буду бить его. Тренажер стоп-шар ты используешь? Да. Ну, это больше для скатных сваяков через поле. А ты разницу чувствуешь между тем, как отскок идет от стоп-шара и от обычного? Ну, чуть-чуть. А, все-таки есть, да? Ты ощущаешь это? Никакой рекламы, мое мнение лишь. Если вы используете тренажер стоп-шар в своей тренировке и не ощущаете разницы между ударом обычным и ударом с тренажером, значит, этим тренажером стоит пользоваться и применять его в своей тренировочной программе. Если же вы ощущаете разницу, тогда вам уже нет смысла по нему тренироваться. А как школа вообще? В школе ты знаешь, что ты бильярдом занимаешься? Да. Тебя отпускают на все соревнования, без вопросов. А твоя любимая какая игра? Америка. Какой элемент самый любимый у тебя? Ну, близко стоящий. Ты тебе адамец научил? Угу. Да? Ну, или тренер. Какой самый секрет этого удара? Ну, самая соль. Почему другим не удается, а тебе удается? Ну, потому что все его играют с пропихом, а... Да, покажи. А если стоит такая резка, то левый генец. И ты его не пропихнешь никогда. И с наклоном, да, чуть-чуть небольшим? Ну, чуть-чуть, да. Это один удар. А еще какой удар есть у тебя любимый? Американку? Своя карцепка. А какие у тебя были ошибки, которые ты исправил благодаря тренеру? Ну, например, ты встаешь в момент удара, а тебе тренер запрещает вставать, например. Ну, было это. Было, да? Как ты исправил? Да. Как ты переучился? Переучился. А я стою в стойку, он мне кием над головой махает. Да ты что? Страшно было? Сначала да. У тебя строгий тренер, ты считаешь? Нет, вообще нет. Дает поблажку, да? Подышать. Ты свой рот дает. А знаешь, что меня больше всего удивило? То, что ты в свои 11 лет уже играешь в московскую пирамиду и понимаешь вот эти отыгрыши, которые знают каталы. Ну, шарф в створе уз почти. Играть с тобой крайне непросто. Отыграться будет крайне трудно. Друзья, это пример того, как нужно тренироваться. Просто правильные тренировки, пошагово, под наблюдением тренера, программы. И смотрите, какой результат. В 11 лет вот такие петли уже рисовать. А сейчас как отыграешься? Ну, сюда же, да, наверное, вернешь? Смотрите, какая стабильность постоянно. Шар на борту. Миша, а ты расстраиваешься, когда проигрываешь? Да. Плачешь? Нет. Бываю, плачу. А как быстро ты отходишь уже от проигрыша? По-разному. Смотря какой турнир проиграл. Если юниорский, то больше расстраиваюсь, потому что мог выиграть. Взрослый, но не так расстраиваюсь, потому что все равно сильнее меня. Киевым какого мастера ты играешь? Королева. Королева? Ты доволен? А какой наклейкой играешь? Наклейкой ТМ-ка. Жесткой какая? 84. А какой сейчас у тебя рост? 150. А длина кия? 160. Ага. Ну я был длинный кий сначала. Мы его сделали короткий, где-то вот так убрали. Я недолго играл, но взяли опять длинный кий. Все-таки длинным комфортнее играть, да? А вес какой кия? 680. Откуда такое природное чутье? Отводить назад, плавно играть весом? Откуда это? Тренер научил. То есть тебе говорили надо отводить, играть свободно. С паузой. С паузой. С паузой у шара, с паузой на отводе и удар. А ты долго переучивался на эту паузу? Я всегда делала так сначала. Ну не мог привыкнуть. А дергал, да? А делая паузу, ты что вкладываешь? Какой смысл, когда останавливаешь кий у моста? Думаю, чтобы рука не рвана. А думаешь об этом? Ну, отвод и чтобы удар четкий получился. А в этой позиции как сделаешь? Чужой будешь бить? Это твоя отработанная тема. Не ожидаешь, что ты сейчас будешь ошибаться по отыгрышу, например. А ты начинаешь уже играть по-взрослому. 8 забил, следующая партия. 8 забил, следующая партия. И ты забил вот так вот 4 партии с кия. Записывайтесь в нашу онлайн школу. Высылайте видео для коррекции игры. Получайте результаты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok